Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 28 мая, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых, Пахомия Дмитрия. Мир и благословение Божие, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня отдание Святой Пасхи. В течение 40 дней Господь являлся Своим ученикам, беседуя с ними, открывая им тайны Царствия Небесного. На 40-й день Вознесения Господня. И в течение всего этого времени мы ликовали, радуясь о воскресшем Христе. И церковное богослужение, и традиции христианского быта, они все пропитаны этой радостью. 40 дней празднования Пасхи. И вот сегодня последний день перед Вознесением. Вечером мы соберемся в храмы для праздничного богослужения, а пасхальные песнопения, молитвы, возгласы, приветствия. Мы с благоговением отложим до следующего года, до следующего дня празднования Светлого Христового Воскресения. И будем терпеливо и послушно ждать этого удивительного, прекрасного и самого величественного дня в церковном году. Сегодня же Святая Церковь совершает память преподобного Пахомия Великого. Наряду с Антонием Великим и Макарием, и Ефимием, является столпом пустынно жительства основателем монашеского общежития в Египте. Родился преподобный в III веке в Фиваиде от родителей язычников, получил хорошее светское образование. С юности имел задатки доброго нрава, был целомудрен и рассудителен. Когда Пахомию исполнилось 20 лет, он был призван в войска императора Константина около 315 года. Новобранцев разместили в здании городской темницы под охраной стражи. Местные христиане пришли с запасами пищи, кормили воинов и усердно им служили. Когда юноша узнал, что эти люди так поступают ради своего Бога, исполняя его заповедь о любви к ближним, это глубоко запало в его чистую душу. Пахомий дал обещание сделаться христианином. Вернувшись из войска, после победы, Пахомий принял святое крещение, поселился в уединенном селении Шенесид и сразу же стал вести строгую подвижническую жизнь. Почувствовав необходимость в духовном руководителю, он обратился к фиваидскому пустыннику Паламону, был принят старцем с любовью и стал ревностно проходить монашеские подвиги по примеру своего наставника. Однажды, после десяти лет пустынной жизни, преподобный Пахомий, идя по пустыне, остановился у развалин селения Тавенисси и услышал голос, приказывающий ему построить на этом месте обитель. Пахомий рассказал об этом старцу Паламону и оба, приняв услышанные слова за указание Божие, отправились в Тавенисси и начали строить небольшое иноческое жилище. Святой старец Паламон благословил начало основания обители и предсказал будущую ее славу. Вскоре преподобный Паламон отошел ко Господу. Тогда святому Пахомий явился ангел Божий в образе схимника, вручил ему устав монашеской жизни. Вскоре к преподобному пришел его старший брат Иоанн и поселился вместе с ним. Пахомий терпел много искушений и нападений от врага рода человеческого, но все искушения преподобный доблестно отражал молитву к Богу и терпением. Постепенно к преподобному стали собираться ученики. Всех их поражало трудолюбие наставника, который успевал исполнять все монастырские работы, возделывал сад, беседовал с приходящими, просившими наставления, служил больным. Преподобный Пахомий ввел устав общего жития, установив единообразие для всех в пище и одежде. Иноки обители должны были трудиться в назначенных им послушаниях на общую пользу обители. В числе послушаний было переписывание книг. Иноки не должны были иметь собственных денег или принимать что-либо от своих родственников. Преподобный считал, что послушание, исполняемое с усердием, выше поста и молитвы, и требовало от иноков точного соблюдения устава, строго наказывая нарушителей. Однажды к преподобному пришла его сестра Мария, которая давно желала увидеть брата. Но строгий подвижник отказал ей в свидании и через перевратника передал ей благословение вступить на путь монашеской жизни, обещая в этом свою помощь. Мария заплакала, но поступила согласно указанию брата. Тавинистские иноки построили для нее жилище на противоположном берегу Нила. К Марии стали собираться инокини, и вскоре создалась женская обитель со строгим уставом, который был передан преподобным Пахомием. Число иноков монастыря быстро возрастало, что вызвало необходимость постройки еще семи монастырей поблизости. Количество иноков доходило до семи тысяч, все они находились под руководством преподобного Пахомия, который посещал все монастыри и управлял ими. В то же время преподобный Пахомий оставался глубоко смиренным иноком, который всегда готов был повиноваться и принимать замечания от каждого брата. Суровый и строгий к себе преподобный имел великое милосердие снисхождение к недостаточно зрелым духовно инокам. Один из иноков стремился к подвигу мученичества, но преподобный отвращал его от этих стремлений и наставлял безмолвно исполнять монашеское послушание, укращая в себе гордость и приучаясь к смирению. Однако инок не послушал наставника, ушел из обители, после чего подвергся нападению разбойников, которые под страхом смерти принудили его принести жертву языческим богам. В полном отчаянии инок вернулся в обитель. Преподобный велел ему усиленно молиться днем и ночью, соблюдать строгий пост и жить в полном молчании. Инок последовал наставлению преподобного, и это спасло его душу от отчаяния. Преподобный учил всячески опасаться осуждения других и сам боялся даже в мыслях осудить кого-либо. С особой любовью относился Пахомий к больным инокам. Он посещал их, ободрял унывающих, убеждал благодарить Бога и возлагать надежду на его святую волю. Больным он ослаблял пост, если это было необходимо для их выздоровления. Однажды в отсутствии преподобного повар не готовил монахам вареной пищи, ссылаясь на то, что братья любят поститься. Вместо своего послушания он сплел пятьсот рогож, но преподобный не одобрил его поступка и в наказание за непослушание велел сжечь все изготовленные поваром рогожи. Преподобный всегда поучал иноков иметь надежду только на помощь и милость Божию. В обители как-то случился недостаток пшеницы, целую ночь святой провел в молитве, а утром привезли от начальника города большое количество хлеба для монастыря, не взяв ничего в уплату. Господь сподобил преподобного Пахомия дар от чудотворения и исцеления болезни. Ему были открыты Господом последующие судьбы монашества. Святой знал, что последние монахи не будут иметь такой ревности к подвигам, как первые, будут ходить как во тьме, не имея опытных руководителей. Простержись на земле, преподобный горько плакал, вызывая к Господу, прося милости к ним. В ответ он услышал голос «Пахомий, помни о милосердии Божьем, о последних монахах знай, что они получат награду, ибо им придется страдать от тяжкой для инака жизни». Под конец своей жизни преподобный Пахомий тяжко заболел от бывшей в тех местах моровой язвы. За ним с сыновьей любовью ухаживал его ближайший любимый ученик преподобный Феодор Освященный. Скончался преподобный Пахомий около 348 года в возрасте 53 лет и был погребен у горы возле обители. Весьма уместно, дорогие мои, в этот день поговорить немного о такой важнейшей в духовной жизни добродетели, как послушание. И вот в каком контексте сегодня отдание Святой Пасхи до Святой Пятидесятницы еще 10 дней. И по церковному уставу в эти дни в храме не положено делать земных поклонов. Маленькая особенность устава. Устав — это некоторые ограничения на наше хотение, желание, порядок, который указывает, что полезно в том или ином случае делать. С одной стороны, любая инструкция, любой устав — это регламентирование определенных действий. И если всегда и во всем поступать по инструкции, то можно наделать много ошибок. Но, с другой стороны, любые правила, они дают возможность уходить от самоволия и самомнения. Потому что хочется человеку сделать то или другое, а по уставу необходимо делать то-то, то-то и то-то. Но всегда нужно быть внимательным. Очень хочется, например, по благоговению перед святыней сделать в храме земной поклон. Ну, например, перед принятием святых христовых тайн. Но, как бы ни хотелось, но устав говорит, подождите, потерпите немножко. Сделайте земной поклон, когда придет к тому благословленное время, время празднования Дня Святой Троицы. И мы сдерживаем свое желание, свое хотение, подчиняясь уставу. Но прихожане должны внимательно смотреть за своим пастырем. Потому что в каждом приходе есть какие-то особенности. И если, например, благочестие и благоговение, оно выражается в земном поклоне, то те люди, которые стоят на службе, они не должны высоко, подняв голову, стоять. Ну вот, а я соблюду во что бы то ни стало устав. И человек рассуждает уже, выходя из контекста тех традиций, которые сложились в приходе. Потом всегда важно размышлять, рассуждать и действовать в соответствии с тем порядком, который в том или ином монастыре или храме заведен. Потому что послушание, оно не отключает нашего сознания. То же самое касательно послушания тому образу жизни, который каждый Господь благословил проводить. Ну, например, человек семейный. Есть у него огромная ответственность и обязанность за свою семью, за своих детей. А он как-то по внутреннему настрою склонен более к уединению, к такому монашескому образу жизни. Но его послушание, служить семье, воспитывать детей. И как бы порой не хотелось все это оставить, и только и молиться, и читать духовную литературу. Но Господь нас спросит за то, как мы исполняли веренное нам послушание. Ну, как в истории с поваром. Повар отложил свою заботу о братьи, ну, как бы оправдывая себя, что пост и ни к чему сейчас питать свое тело. И занялся очень хорошим, полезным, но не своим делом, плетением рогожи. И преподобный Пахомий ему на это указал, что все, что ты сделал, они не имеют никакой цены перед Богом, потому что это не твое дело. А твое дело было заботиться о братьи. Так и в нашей жизни, дорогие мои, каждому верено Богом через обстоятельства, через старших, через руководителей, через родителей, определенные послушания. А если человек скажет, а мне кажется, что полезнее, интереснее будет то-то и то-то, и начнет выходить от своих непосредственных обязанностей ради мнимых, мечтательных, высоких подвигов. И может случиться, что Господь этого не одобрит. Будем внимательны, дорогие мои, будем учиться слышать волю Божию и уходить от самоволия. А для этого очень внимательно относиться к тому уставу, который Господь нам в жизни положил. Помогай нам всем, Господь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!